и снова всем привет друзья вы на канале унб и сегодня будет очень интересно и одна из самых важных тем в покраске автомобиля это покраска переходом ну и подготовка к покраске конечно начнем мы с затирания грунта и закончим покраской перехода будем делать переход на двери вот на этой двери будем делать переходы как вы видите здесь были дыры на двери мы все это сделали и сегодня будет локальная покраска то есть базы мы будем локально закрашивать места а лак мы задуем практически скорее всего под кант либо под кант либо если нам не будет места хватать раскидать лак то мы будем залезать вообще практически к стеклу чем почему здесь мы именно не красим всю деталь а хотим сделать переход именно около стекла все просто потому что мы не хотим снимать стекло а если мы отклеим и загоним как бы под стекло лак это будет уже косяк ребята косяк в чем косяк в том что там внутри может не пристать лак и он будет лущиться от стекла это будет беда ну это будет некачественная покраска по крыльям наверное будем красить полностью погнали конечно хотелось бы показать наглый переход вот на этом автомобиле но ребята в камере неудобно с этой вот гагарой лазить с видеокамерой да и я думаю ира не снимет это все красиво сверху поэтому в принципе то все те же самые правила постараюсь объяснить это на двери и вы поймете то здесь мы будем делать наглый переход на всю крышу то есть мы не будем красить всю крышу окрасим ее ремонтную часть любой переход ребята есть такие вопросы очень часто мастера говорят что переход нужно делать в невидном месте и на тонких частях да если вы не умеете его делать и заранее знаете что испортить и скорее всего это так но если вы правильно умеете делать переход вы можете его сделать хоть по океана хоть на пол крыши без разницы где он и как расположен вы его сделаете переход по лаку по базе это там ничего сложного вот ребята которые учатся у нас в школе у нб ссылочка в описании под видео можете изучить приехать на обучение условия на сайте все есть ребята с первого же дня то есть вот как я им показал как это делается да есть какие-то нюансы которые не смогу показать на видео ребята делают переход буквально через 20 минут после того как я им все показал и делают это удачно потом сами не могут найти где его делали но не буду тратить ваше время давайте начнем замывать грунт грунтом мы покрыли деталь пять к одному линейки унб нашей линейки ссылочка в описании на сайт также есть вы можете увидеть и посмотреть ознакомиться какие у нас есть материалы скажу одно очень хорошо заполняет грунт и натягивается просто суперские каковы бы шагрем вы не сделали он вытянется и растянется как надо заполнить все поры и сейчас хочу показать вам как он затирается затирать мы будем машинкой шагом два с половиной эта машинка 3м грунт замываем только мелким шагом это два два с половиной абразив у нас идет 500 на наждачки и погнали у нас есть чат в telegram в чате уже сегодня более 600 человек очень быстро народ прибывает и там вы сможете задать свои любые вопросы на которые вам обязательно кто-то ответит показать фотографии что-то у вас не получается может быть чем-то похвастаться может быть кому-то дать совет также там можно и поиграть мы наносим проявочную пудру для того чтобы она попала во все места где у нас есть какие-то поры есть выше грунт их заполнил и начинаем затирать обратите внимание какая шагренька и как быстро машинка будет все это дело убирать у нас мягкая подложка поэтому не так весело идет хотя пока мы не выравниваем то есть мы можем использовать пока шагреньку сбиваем можем использовать и обычную подошву не используя мягкой подложки после чего когда уже подотрем еще раз пройти уже с мягкой обратите внимание как легко трется грунт ну еще небольшая хитрость после того как прошли пятисоткой берем сервис скотч брать чтобы все красивенько выровнять он отлично клеится к машинке и погнали вот обратите внимание как он убирает вот эту вот муку которую не успел убрать через шкурку пылесос ну и здесь также затираем грунт и смотрим чтобы у нас края сходили на нет сейчас покажу о чем я говорю ну время уже прошло и мы подготовили все детали затерли обезжирили обратите внимание как нужно затирать детали чтобы граничек острых у вас нигде не было чтобы гранички все были размыты без ступенек и и МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое важное в переходе, это чтобы не закрасить то место, на которое вы будете ложить лак. Поэтому переход мы будем делать обратный. То есть не в эту сторону, не прямо. А наш пистолет направлен в сторону детали от обклейки. Ни в коем случае не на обклейку. Если вы будете направлять на обклейку, то 100% крупицы залетят у вас под обклейку, и, возможно, они потом не перекроются лаком. Сейчас мы сделаем лёгкие напулы. Ну, здесь первый слой мы нанесли на более ответственные участки. Сейчас я здесь тоже сделаю толстый слой и потихонечку его растушую на крыло. Ну, капот здесь можно уливать полностью. Лак будем использовать наш 40-20. Сейчас я нанесу лак и не буду доходить до места перехода. И потом покажу вам, как сделать переход. Сейчас просто много надо покрасить. А переход мы оставим на самое последнее. То есть я дальше его начну пока наносить лак. В принципе, могу показать. То есть примерно вот отсюда буду наносить, не подымаясь вверх. То есть первый слой напыльный идёт. Я сегодня без респиратора, ребята, не комментируем. Первый слой напыльный, он же идёт и сцепляющий. Ребята, кто красит, сразу глянет с первого слоя. Но это не мастера. Торцы сразу можете прокрасить. Второй слой я уже иду в глянец и подхожу уже близко к месту переходу. Потом останавливаемся и проходим переходным растворителем. Смотрим. Останавливаемся. Внимание. У нас вот здесь. То есть не докрашено до самого валика. Под валиком чисто. Также с этой стороны на место перехода наносим тонкий слой переходного разбавителя. Переходной разбавитель есть в баллончиках. Ну и погнали. Доводим полосу. Пистолет не надо там что-то извращаться и с ума сходить, как бы не задеть. Всё. Вот просто с этой стороны красим и уливаем. Саму детальку в мокрый слой. А сюда сколько попадёт. Ну и после покрасочки, как только лак вы натянули, ещё немножко отодвигаем обклеечку. И проходим ещё один слой с переходным растворителем. После того, как переходной растворитель высохнет, ваш переходик может быть заметным. Это ничего страшного. Полировочка, это всё уберётся. Для чего нужен переходной растворитель? На переходе у вас вытерто всё двухтысячное. Адгезии никакой там, да? Я по трёхтысячник даже делаю. Адгезии там никакой. И получается, что ваш слой припылился. Да, вы его сполируете, его видно не будет. Возможно не будет. А возможно и будет сразу, да? Но дело в том, что чуть-чуть под солнышком деталь проходит. И через какое-то время у вас он начнёт отшелушиваться от старой краски. Он не прилипнет. И его будет видно. То есть это косяковый, я бы сказал, переход. В нашем случае всё мы сделали красивенько. И что делает переходной растворитель? Он разъедает вашу старую краску. Она становится мягкой. И тот слой, который вы на него напылили, на разъевшуюся краску, он уже влипнет хорошо. После чего ещё сверху вы прошли, подполировали это всё, да, дело. И такой переход уже не отвалится. Сполируется он легко. И в принципе-то никаких проблем не будет. Можем он так побрызгать ещё просто. Как бы вот так вот, ребят. Ну, вот так вот получилась у нас покрасочка. Здесь вот была дыра. Здесь вот тоже у нас были дыры. Шагренька ещё немножко разойдётся. Ну, в принципе-то, в целом покраска мне нравится. Ну, здесь особых косяков не было. Просто убирали рыжики. Ну, и вот так вот получился переходик. Его даже сейчас уже не видно. Ну, а на сегодня всё. Надеюсь, видео для вас было чрезвычайно полезным. Не забудьте поставить колокольчик и подписаться на канал. А также в описании под видео будет ссылочка на наш инстаграм-чат. Именно там будет разыгрываться пистолет Сагола. А на сегодня всё. Здорово всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла. Субтитры сделал DimaTorzok